Один из вопросов, с которым выступили местные жители – несанкционированный сброс мусора неизвестными людьми. Глава Сочи потребовал от участкового разобраться с вопросом. А тем, кто копит мусор в собственных дворах или около них, выдвинули требование срочно убрать антисанитарию. Тем более, во время субботников город обеспечивает телян грузовиками для вывоза мусора. Еще один вопрос – газификация. Как пример, улица Пашковская. Жители не делают техусловия, считая, что это очень дорого – самостоятельно тянуть ветку от магистрального газопровода. Анатолий Пахомов отметил – заявку необходимо подать. Отталкиваясь от нее, муниципалитет может, как говорится, войти в долю с жителями улицы. Учтем все. И если будем видеть, я на вашу сторону стану. Будем депутатам убеждать, что ничего, надо помочь людям выделить 2 миллиона рублей. Если вот таких вот будет в размерах, мы поможем. Хорошо? Также в марте начнется ремонт дороги в село Верхнениколаевское, а также улиц Мичурина, Михайловской и Пашковской. А разрушенный большегрузами мост отремонтируют в ближайший месяц. И поучаствуют в этом руководители РБУ, которым и ездит строительная техника, отметил глава Сочи. Но вдоль дорог тоже должно быть чисто и красиво. Вот, к примеру, прямо напротив сельской администрации в Кудепсте красуется строительный забор. Но стройки нет. Выяснилось, участок недавно купили. Анатолий Пахомов заявил, в этом случае владелец должен заменить забор на зеленую изгородь. Я, как законопослушный гражданин, конечно, хочу исправить это, сделаю все как положено. Если приняли решение в администрации по поводу зеленой зоны, соответственно, тогда сделаем. Ну, так надо, в общем, будем приводить все в порядок. Также Анатолий Пахомов рассказал жителям, что в случае необходимо строительство еще 14 школ и детсадов. Где именно они расположатся, станет ясно после завершения корректировки генплана. Этот процесс планируется закончить к декабрю.